Приглашаем вас на проповедь доктора Крефла Доллара. Когда вы повелеваете горе ввергнуться в море, у вас должна быть уверенность, когда вы обращаетесь к этой горе без сомнений, и с уверенностью, у вас будет то, что вы говорите, если у вас есть уверенность в том, что вы говорите. И Писание говорит, что нам нельзя терять что? Уверенность. Почему? Почему? Что дает человеку уверенность? Великую награду. Вот что дает человеку уверенность. А мы что? Мы игнорировали важность уверенности и сразу же переходили к исповеданию. И что творилось? Я однажды слышал человека, который сказал, «Это исповедание не действует». Я спросил, почему? Он ответил, «Я произнес его 300 раз, Господь, дай мне машину, и это не сработало». А все из-за того, что у него не было уверенности в своих же словах. Его слова были всего лишь формулой. У большинства христиан есть формула, но у них нет уверенности в том, что они говорят. Они полагают, «Раз нужно, тогда буду говорить. Я произнесу это 300 раз и буду считать». Если это не сработает, значит, это не работает. Можно произнести эти слова 300 раз, и при этом не иметь уверенности в своих словах, и тогда ничего не выйдет, потому что исповедание не работает по формуле. Оно работает, когда вы верите. Бог сказал, «Если поверите в сердце». Иначе говоря, вы должны верить, что произнесенные вами слова обязательно исполнятся. Кто-то скажет, «О, брат Доллар, я верю». Нет, не верите, потому что если бы вы действительно верили в то, что сказанное вами исполнится, вы бы были осторожнее со словами. У вас нет уверенности даже в собственных словах, не говоря об уверенности в Божьем слове. А на каком основании ты это утверждаешь? На том основании, что вы, например, говорите, «Я до смерти напугался». Если бы вы действительно верили это, вы бы никогда не сказали таких слов, потому что вы бы знали, что после таких слов вы умрете. Или, «О, Боже, она меня так разозлила, что я была готова убить ее на месте». Надеюсь, вы на самом деле не хотели ее убивать. Нам нужно начать говорить то, что имеем в виду и во что верим. Если вы небрежно относитесь к словам, которые произносите каждый день, вы никогда ни за что в мире не обретете уверенность в Божьем слове. Для начала попробуйте просто прислушиваться к себе. И вот что сказал Господь. «Да будет ваше «да-да» и ваше «нет-нет», чтобы «да» означало «да». Поэтому я не могу спокойно смотреть на то, что делает с языком молодежь. Сегодня смысл многих слов извращен. Например, слово «колеса» должно означать «колеса». И все. А сегодня колеса означают еще и таблетки. Трава, в моем понимании, это то, что растет на лужайке, а не то, что курят. Даже свой родной язык люди искажают настолько, что иногда их бывает очень трудно понять. Однажды я услышал «крутой крендель». В мои времена кренделем называли хлебобулочное изделие, а крутым были только лестницы и горы. А теперь крендель — это парень. Уличный язык не слишком разнообразен. «Крутой» значит «хороший, сильный». И «парень крутой», и «фильм крутой», и «табак крутой». И теперь кажется, что все вокруг круто. Если у нас нет уважения к своим словам, мы не будем уважать Божье слово. И вот что я вам хочу сказать. Если вы действительно хотите меня услышать, вот над чем я работаю в данное время. Я стараюсь контролировать свои слова. Я не хочу допустить, чтобы благословение и проклятие выходили из одного источника. Вы скажете, «Я никого не проклинаю». Нет, проклинаете. Всякий раз, когда вы говорите о человеке что-то негативное, вы проклинаете его. Каждый раз, когда вы говорите о человеке что-то негативное, вы проклинаете его. Это и есть проклятие. В лицо говоришь человеку, «Ты такой чудесный, ты такой замечательный». А когда он отворачивается, я в жизни не видел такого тупицу, чем этот парень. Вы обманываете себя, и эта ложь становится почвой, на которой впоследствии вырастает что-то, и со временем наша вера превращается в религию. А религия, в большинстве случаев, это нечто механическое, лишенное истинного смысла. Это ритуалы, которые позволяют человеку казаться не тем, кто он есть на самом деле. А Бог сказал, «Мне нужны люди, которые будут жить в соответствии с моими принципами, чтобы доказать всем, что эти принципы живы и действенны». Конечно, я понимаю, что все это бесполезно, если во мне нет любви к людям. Вера действует чем? Любовью. Это значит, что я могу исповедовать что-то лишь для того, чтобы восполнить свои нужды. Но это эгоизм. Поэтому, мне кажется, что гораздо легче быть уверенным в том, что исполнится то, во что верите вы. И есть еще одно. Человек всегда больше верит своим словам, а не словам другого. И я считаю, что если я сам произнесу исповедание, а вера приходит от слышания, слышание от Слова Божьего, то у меня будет больше веры, если не вы, а я сам скажу эти слова. Вы можете сказать мне, «Брат Доллар, ранами Иисуса ты исцелен». Я, конечно, услышал. Но происходит что-то особенное, когда эти слова говорю я сам. «Я исцелен. Теперь меня наполняют верой мои же слова». Само учение об исповедании очень сильно пострадало. Были люди, которые учили об исповедании либо из неправильных побуждений, либо без опыта, либо вообще не понимая, что делают. Я могу вам сказать, что сейчас вы находитесь в здании, которое началось с того, что мы начали провозглашать Божье Слово. Мы как-то проезжали мимо, и я остановил машину и сказал, «Господи, я верю, что у меня будет этот земельный участок для Твоего дела во имя Иисуса. И я благодарю Тебя за этот участок сейчас, и буду благодарить до тех пор, пока этот участок не станет нашим в реальности». Потом мне позвонил один психиатр. Он сказал, «Я скучаю по своей семье. Я хочу переехать из этого города». И он сказал, «Я продам этот участок недорого. Я хочу съехать с этого участка и готов продать его вам». Я купил этот участок примерно за 100 тысяч долларов. Я продам его вам целиком. Я ответил, «Хорошо, я беру». Он сказал, «А деньги у тебя есть?» Я сказал, «Я думаю, есть». А у меня не было ни цента. У меня не было абсолютно ничего, но я верил, что у меня есть для этого деньги. Я увидел, что тот же Бог, который расположил сердце этого человека продать мне участок, позаботится о том, чтобы у меня появились деньги на покупку. И я просто продолжал говорить, «Я верю, что у меня есть на это деньги». Он сказал, «Если у вас нет всей суммы, не переживайте, заплатите мне какую-то часть, а потом, когда появятся деньги, отдадите мне все». Аминь. Так я и поступил. Кто-то спросил, «А зачем ты купил этот участок? Что нам с ним делать?» Я не знаю. Я верю, что Бог желает, чтобы мы расширились на этом участке. Я верю, что это будет во имя Иисуса. И это исполнилось. Потом Бог сказал, «Ладно, сынок, пришло время строить. У нас появилось видение, и мы разработали проект». Я сказал, «Ладно, Бог, пришло время строить». Он сказал, «Ладно, пойди и вырой яму на этом участке. Приступай к работе». Я сказал, «Ну, Господи, у нас даже нет денег, чтобы начинать строительство». Он ответил, «Я тебя попросил только вырыть яму». Он сказал, «Если ты выраешь яму, я ее наполню». Он сказал, «Сколько нужно денег для того, чтобы выкопать яму». Я сказал, «Лопата у меня уже есть?» Я знаю одного политика, «У него я могу раздобыть ленту». Это ничего не будет стоить. Он сказал, «Что же, начинай». И мы выкопали яму, слава Богу. И когда мы выкопали яму, мы расставили эскизы в часовне, на участке и на всех наших церковных служениях. И мы исповедовали вслух, что необходимая сумма появится. Мы говорили горе, «Вергнись в море». И знаете что? Необходимые деньги стали появляться. Мы продолжали исповедовать, и деньги продолжали приходить. Мы продолжали исповедовать, и деньги продолжали приходить. И когда мы въехали в это здание, мы въехали не только в промоленное здание, но и в полностью оплаченное здание, потому что наша вера перенесла это здание из сферы невидимого в физический мир. Вы можете спросить, а как быть, если уверенности нет? Уговорите себя Именно так я и поступил Я столько говорил об этом, что начал это видеть Это стало реальностью для меня Мне нужно было увидеть фундаменты стены И чем больше я видел, тем выше это здание поднималось не из земли, а из сферы невидимого Это здание уже было построено в духовной сфере И я уже выполнил эскиз и построил модель Я настолько реально представлял это здание, что, закрыв глаза, я видел это здание и призывал его из мира духовного в мир физический Слава Богу! Аллилуйя! Теперь вы сидите в здании, воздвигнутом верой Вера построила его У меня есть физическое подтверждение исповедания веры Люди начали видеть, как заливается фундамент и стали обретать больше и больше уверенности Потом начали подниматься стены и уверенность людей крепла еще больше Я помню, когда мы установили то большое кольцо и можно было пройти по той улице и видеть бетонный пол И большие балки по сторонам Это было похоже на римский колизей И люди начали говорить, похоже, все получится Все получится И их уверенность крепла день ото дня В исповедании нам не хватает уверенности Мы забывали об уверенности и увлекались формулами, а не словами, наполненными верой Наполненными Божьим Словом Наполненными уверенностью Если вы исповедуете что-то, и это еще не произошло, то вам нужно проверить, есть ли у вас уверенность Есть ли у вас уверенность в том, что это действительно получится Как-то я разговаривал с Господом Бог, в прошлое Рождество Ты сказал мне отдать свою зарплату моим родным, которые пришли ко мне в тот день А я сказал, что мне нужно платить по счетам И я испугался, потому что не знал, как смогу это сделать А Ты сказал мне встать на колени, открыть Библию и прочесть все стихи, касающиеся даяния и получения А затем перечитывать их до тех пор, пока не буду полностью уверен в них Я размышлял об этих стихах до тех пор, пока Слово не вошло внутрь меня, и я не наполнился радостью от того, что смогу его исполнить Что делать, если не хватает уверенности? Размышляйте о Божьем Слове Сколько нужно размышлять? Размышляйте над Словом до тех пор, пока Оно не заговорит с вами Говорите Слово до тех пор, пока Слово не заговорит с вами Вот что вам нужно делать Одно из значений Слова размышления — тихо говорить что-то для себя Говорите Божье Слово до тех пор, пока Оно не начнет говорить с вами И когда вы это услышите, ваша уверенность начнет крепнуть И однажды вы сможете сказать «Господи, ранами Иисуса я исцелен!» Аллилуйя! Друзья, поймите, что я живу по этому принципу Однажды я пошел к врачу, он осмотрел меня, а потом сказал «Ого!» Я спросил «Что случилось?» Он сказал «Кажется, у вас рак простаты» А я «Что?» Я слишком молод, чтобы у меня был рак простаты Не говорите мне глупости А потом я сказал «Мне пришлось взять себя в руки» Я сказал «Что вы говорите?» Я сказал «Как вы это себе представляете?» Он сказал мне прийти к нему на повторный осмотр Я не собирался ждать повторного осмотра Я не собираюсь отдавать свою жизнь в его руки Я не вернусь к нему за тем, чтобы он сказал мне что-то еще более ужасное И я не пошел к нему Я сказал «Я знаю, что мне нужно делать» Я купил записи проповеди Глории Коплин об исцелении Я купил записи проповеди Орла Робертса об исцелении Я взял записи собственных проповедей об исцелении Я выписал библейские стихи об исцелении Я взял всяческие справочники Я ставил кассеты, которые играли без остановки Я знал, что мне нужно делать Я знал, что мне нужно делать У меня нет времени болтать по телефону Потому что болезнь работает 24 часа в сутки Чтобы убить меня Мне нужно противостать этой болезни Понимаете? Я серьезно занялся этим вопросом У меня была запланирована проповедь в другом городе И я позвонил туда и отменил свой приезд Потому что я не хотел, чтобы болезнь развивалась Из-за моего невнимания Пока я буду в разъездах Буду разговаривать с людьми У меня не было времени на разговоры с людьми Я никому ничего не рассказывал, кроме своей жены Потому что люди помогут вам умереть Потому что, как правило, люди лишь подкрепляют ваши сомнения И вдруг что-то начало происходить Я устроился в своем домашнем кабинете Принес себе воды Принес кассет Поставил монитор, чтобы видеть действия Божьей силы И одел наушники Я не выходил оттуда Я начал с того, что проверил свое сердце Нет ли в нем непрощения или гнева Я покаялся Я сделал хлебопреломление Я сделал все для того, чтобы избавиться от всего того Что могло бы помешать действию Божьей силы в моей жизни И библейские стихи об исцелении Стали более реальными для меня Чем ситуация Обстоятельства И процессы, происходящие в моем организме Я не могу этого объяснить Это стало настолько реальным Что однажды, когда я сидел и размышлял о Божьем Слове Я держал свою футболку вот так А потом отпустил руки и разорвал футболку Я помню, что я сказал Вау! И в тот момент, когда это произошло Я услышал голос Божий Свершилось Свершилось Он сказал Это свершилось Это свершилось Я не знаю, друзья, понимаете ли вы, о чем я здесь говорю Но когда Бог говорит, что это свершилось И вы принимаете это Это действительно свершилось Так и произошло Я принял слово от Бога и пошел к врачу Он сказал Ну что ж, давай посмотрим, будут ли у нас добрые или плохие вести Я сказал Я могу сэкономить вам время, доктор Я сказал Я хочу, чтобы вы знали Я хочу пояснить то, что вы сейчас увидите Плохих вестей не будет, доктор Потому что я был у специалиста, который не потерял ни одного из своих пациентов Вас я не знаю, но его я знаю Видите, это стало настолько реальным Что мое исповедание не изменилось даже в кабинете врача, который пытался расстроить меня Даже если бы он вновь поставил мне плохой диагноз Я бы ему сказал, что он ошибся Что он настроил что-то неправильно Но он вернулся и сказал Я спросил В чем дело, доктор? Скажите, что у меня Я сказал Скажите, что там? Какие результаты? Он сказал Вообще-то я не понимаю А вы скажите И я вам все объясню Он сказал Я не вижу ничего из того, что я видел на прошлой неделе Я сказал Я знаю почему Потому что лучший врач Иисус пришел ко мне Вот что произошло Дело в том, что Бог исцелил меня Не потому, что я заслуживал этого исцеления Он исцелил меня Потому что я задействовал закон Который руководит исцелением Который руководит верой И я привел себя в соответствии с этим законом Он дал мне то, чего мне не хватало Вот что произошло Вот что я вам скажу Я совсем не понимаю Каким образом вам удалось разбогатеть Так же, как мне удалось получить исцеление Так же, как я исцелился Так же, как я исцелился Я не хвастаюсь тем, сколько жертвую Я просто жертвую Я отдаю больше Я отдаю больше, чем получаю Я являясь пастором, я отдаю больше, чем получаю Почему? Потому что это закон Это закон, который руководит преуспеванием Давайте, и дастся вам Мерою доброю Бог сделал меня успешным Я готов отдать Ему все Он может взять все, что у меня есть Знаете почему? Потому что я знаю, как это вернуть Я не боюсь это потерять Я никогда не буду разорен Почему? Моя жена сказала об этом так Она сказала Бог, можешь взять у нас все Но не забирай своего присутствия И не дай нам потерять понимание твоего слова Вера Это закон Божьего царства И относиться к нему нужно с уважением Если вы принимаете наркотики, блудите, сквернословите, делаете людям зло, а потом надеетесь, что ваши исповедания будут действовать Не надейтесь, они не будут действовать Вы слышите меня? Они не будут действовать Сегодня я даю вам совет Имейте веру Если у вас проблемы в браке, знайте, откуда у вас эти проблемы Вы оба потеряли веру Вы оба потеряли веру и испугались Нужно оставаться в вере Посмотри на своего мужа и скажи Он пророк, и я люблю его Он муж Божий, и я люблю его Просто оставайтесь в вере И пусть вера выведет вас из бури Вера действует подобно радару Это так важно Однажды Господь сказал мне Я хочу, чтобы ты проповедовал мое царство Я спросил, почему? Он ответил, грядет засуха Что ты имеешь в виду? И он сказал, даже те, кто называют себя проповедниками веры Не проповедуют о вере Они проповедуют о чем-то другом Он сказал, мне нужно, чтобы проповедовалась вера Чтобы народ мой знал, как работает моя система Когда я остановлю действия системы этого мира Аминь Я так рад Я знаю Почему Исповедания некоторых людей не исполняются Почему? Им не хватает уверенности Когда вы уверены в том, что говорите Тогда у вас Будет то, что вы говорите Почему? Потому что вы знаете и уверены в том, что вы говорите У вас будет то, что вы говорите Если вы уже имеете то, что вы говорите в своем сердце Тогда вы это получите Но если в вашем сердце нет того, о чем вы говорите И что провозглашаете Тогда у вас не будет того, о чем вы говорите Потому что до того, как желаемое появится у вас Оно должно быть здесь Оно должно быть в вашем сердце Прежде чем это станет очевидным для всех Ваше сердце — это почва, в которой прорастают семена веры Если вы посеяли семена веры в свое сердце, но допустили сорняки сомнений, волнений и переживаний Эти сорняки задушат ваши семена И как говорит Библия, они не принесут плода Они даже не взойдут Ваше сердце О Господь Вера или сомнения в вашем сердце Вот что определяет происходящее в вашей жизни Потому что жизненная сила исходит из вашего сердца Жизнь исходит из сердца человека Ваша жизнь сегодня – это результат того, что было посеяно в ваше сердце вчера И то, что вы сеете в свое сердце сегодня, определяет вашу жизнь завтра И если вы недовольны своей жизнью сегодня, сеете семена И верьте, что они прорастут Все это учение о вере не работает Может быть, для вас и не работает Прислушайтесь к своим словам И если это и действовало, то своими словами вы только что прекратили это действие Нет, друзья, вера всегда действует Вера – это не только слова Вера – это когда человек поступает по Божьему Слову Вера – это выражение уверенности в Боге и Его Слове Вера – это проявление уверенности Иначе вера превращается в шелуху Но вера – это проявление Это практическое выражение вашей уверенности в Боге и Его Слове Как жаль, что я этого не понимал 20 лет назад Никто не сказал мне о том, что такое вера Что такое вера? Вера – значит верить Это осуществление ожидаемого и уверенность невидима А что это? Теперь мы знаем Это практическое выражение нашей уверенности в Боге и Его Слове Кто-то может спросить А как это действует? Когда вы вошли в этот зал У вас была уверенность в том, что это кресло выдержит вас И что вы сделали? Вы выразили свою уверенность Как? Вы сели на это кресло Вот что такое вера Это практическое выражение уверенности в истинности Слова И это проявляется в вашей готовности исполнить его Сделать небезрассудно или по глупости Ехать по скоростной трассе без очков, если у вас близорукость, не будет проявлением веры Это глупость Это безрассудство Вы же ничего не видите? Лучше наденьте очки Не просите меня поехать с вами Вы скажете, брат Доллар, хотите я вас подвезу? А разве вы не носите очки? Я их не надел, потому что я верю, что Бог исцелит мои глаза, когда я сяду за руль И на правом сидении будет муж Божий Муж Божий не сядет на правое сидение Вы спросите, а как мне выразить свою уверенность, если я ношу очки? Послушайте, я уже давно начал говорить о своей вере в то, что у меня будет стопроцентное зрение Люди смеялись надо мной Незаметно, чтобы твои глаза исцелились Один человек, у которого был рак, подошел ко мне Я сказал, Бог может исцелить тебя от рака Он сказал, я в это не верю Я спросил, почему? Он ответил, потому что ты все еще носишь очки Я сказал, ладно Если хочешь умереть от рака, давай умирай Понимаете? Он хотел поумничать Я сказал, я все равно верю, что Бог исцелил мои глаза Знаете, я думал, что однажды моя комната наполнится дымом И я буду исцелен У меня сейчас идеальное зрение Я вижу каждый миллиметр Вы спросите, как это произошло? Медиками была разработана новая технология лечения И мне сделали операцию на глаза Теперь у меня есть то, во что я верил Вы можете сказать А что было бы, если бы ты все это время верил, но так бы ничего не произошло? Послушайте меня Даже если бы я всю свою жизнь верил Мне было бы гораздо лучше и легче, чем тому человеку, который сказал, что не верит в исцеление И в итоге в его жизни ничего не изменилось Сегодня я не такой, каким был вчера Я сильно изменился с тех пор, когда только начал верить в то, что Бог исцелит мои глаза И я действительно верю Что эта новая технология улучшения зрения Появилась, потому что я дитя Божье И я верил, что Бог что-то сделает для своего ребенка И Бог не обманул моих ожиданий Да, в этом случае потребовалось время, чтобы это произошло Но никогда не нужно терять веру Божье слово исполняется Вы меня слышите? Аллилуйя! Вера действует всегда Аминь! Слава Богу! Но нужно держаться веры Не терять ее Нужно держаться веры Вы слышали, как я говорил о том, что верю, что Бог благословит меня самолетом класса Г-5 Его фото все еще на двери моего холодильника Кто-то скажет Да, он уже пять лет говорит об этом Да Но я продолжаю верить в то, что получу его Да, я верю, что получу И скоро вы это увидите Сначала мне подарили маленькую модель этого самолета Потом мне подарили модель побольше И еще одну маленькую Где-то полтора года назад мне подарили очень большую модель этого самолета Придя в мой кабинет, вы можете увидеть модели самолета различных размеров Кто-то скажет И что все это значит? Я отвечу Это мой самолет пытается проявиться в физическом мире Пока он проявляется в малых размерах Но проявляется Сначала былинка Потом стебель Потом початок целиком Однажды я получу настоящий самолет Мы люди веры Мы должны пребывать в вере Поэтому укрепитесь в вере своей Не теряйте веру только потому, что вы что-то произнесли дважды и ничего не проявилось Мы живем Божьим Словом Уверенность в этом Слове Теперь я все понимаю Уверенность в Слове Уверенность в Слове делает так Что наши исповедания проявляются быстрее Два разных человека приходили ко мне и сказали Господь сказал мне купить тебе этот самолет Один из них сказал Я нашел тот самолет Две недели назад он сказал Я нашел самолет, он в Лондоне Тебе нужен новый или подержанный? Я просто продолжаю верить Богу Я никогда не надеюсь на человека Потому что не хочу, чтобы мое сердце Вы знаете, обманутая надежда приносит в сердце печаль Я этого не допускаю Я просто радуюсь Это скоро произойдет Кто-то сможет исполнить свое обещание Аминь Теперь я хочу ободрить вас Не теряйте свои веры Вернитесь к вере Вернитесь в Слово Божье Вернитесь в Слово Божье Практически выражайте свою уверенность в Боге И Его Слове Вернитесь к тому Во что вы верили Начните сначала Придите домой и составьте свой список Я не знаю, где вы совершили ошибку Но одно я знаю точно Если вы произнесли слова сомнения и неверия Вы лишили свою молитву силы И вам нужно начинать заново Ну... А я просто верю Богу Что Он даст мне это, если захочет В этом ваша проблема Вы позволили миру убедить вас в том Что Бог дает людям то, чего они заслуживают А не то, что они должны иметь Потому что поступают по Божьим законам Продолжение следует...